Кстати, большой вопрос, знаешь, после новогодних длительных каникул, папа еще может играть с детьми? Папа может, знаете ли, папа много еще чем может. Но действительно, праздники ушли, дети остались, и что с ними делать? После праздников, естественно, остается еще много всего интересного. А в данном случае нас интересуют, во-первых, стаканчики. Это могут быть как пластиковые, так и бумажные. У меня тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. Должно быть. На, пожалуйста. Что делать? Заставлять. Сейчас их расставь, да, расставь в шахматном таком порядке, насколько это возможно. Это, кстати, тоже про экологическое потребление, когда вы стаканчики можете использовать. Ну вот, сходили на пикник, они остались, и потом можно в игре с детьми. Совершенно верно. И еще то, что необходимо, это шарики. Воздушные шарики, которые, вот мне нравится эта тенденция, мне кажется, их становится все меньше и меньше, потому что все равно это загрязняет экологию. Тебе под что? Под цвет губ или под елочку? Нет, мне под цвет губ, тебе под елочку. Хорошо. Так вот, что мы с этим делаем? Мы сейчас будем... Боюсь даже представить. Мы сейчас будем наши легкие тренировать. А сейчас, в этот пандемийный период, это особенно актуально. Так вот, что мы делаем? Прежде чем поместить это в рот, я объясню. Так вот, помещаем в рот, и дальше мы опускаем шарик в стакан, надуваем его. И перемещаем, поднимаем стакан, перемещаем, оставляем... Вставляем следующий стаканчик. Выдуваем. Берем опять, помещаем следующий, надуваем, перемещаем стаканчик, опускаем. Таким образом, собираем всю пирамиду. Давай, я смотрю, что по глазам ничего не поняла. Поэтому просто тебе для начала покажу. Не только я, давай, хорошо. Это мы надули, Ксюш, это мы надули, это хорошо. Смотри, помещаем. Самое главное, не переборщить. Ты поняла, да? Смотри, еще раз, Закрич. Так, ага, да-да-да, держится, я вижу, да. Теперь сдули шарик. Сдули, дальше. Держится, вижу, вижу. Я поняла, но что я поняла? Итак, соревновательный момент все равно должен присутствовать. Для начала покажи, что ты поняла, и у тебя это получилось. Спасибо. Лучше комментарий. Давай, попробуй, Ксюша. Молодец, Ксюшенька. А теперь, ну что, попробуем на перегонки? Да ты тренировался, наверное, все каникулы. Ну, не все, буквально вчера. Подожди, пожалуйста, подожди. Красиво, посмотри на наш телевизор. Требую фору. Ты готова? Да. А давай без ручек, да? Попробуем так, без рук. Ну, давай. Три, два, один. Ксюша, как дела? Все хорошо? Неплохо, да? Ну, ладно, Ксюша. Отличненько. Молодец, Ксюшенька. У меня болтается и... Финал. Молодец. По-моему, кто-то тренировался... Надувать шарики все праздники. Слушай, ну, мне понравилось. Мне нравится в твоих идеях то, что это совершенно легко реализовать дома. Шарик есть, я думаю, практически в любом доме, где есть дети. Это вообще не проблема. Ты не поверишь, но я вчера хотел пойти в магазин, но мне жена сказала, подожди, у тебя дома их целая куча, я сказала, где? И она нашла, для меня это было удивлением. Стаканчики тоже есть? Думаю, что можно усложнить взять не стаканчики, а что-нибудь другое, какую-нибудь емкость. Это что ты хочешь, скажи мне? Ну, стакан стеклянный, явно ты не будешь так поднимать. Ну, правильно ведь? Графина и все остальное. Ну, пластиковый можно от бутылок отрезать. Ну, много придумать можно. Ну, можно, хорошо. И самое главное, механики разные. Можно по одному стаканчику, можно вкладывать стакан в стакан и поднимать, стараться. В любом случае, папа, конечно, может подсказать, сделать можете только вы. Спасибо большое за идею. Уверена, что вам эта идея зайдет, понравится. И можно даже сегодня вечером не так длинно готовиться и не так долго играть. Но тренирую действительно легкие, особенно если вы недавно переболели. Что, мы готовы двигаться дальше? Ты готов? Да, конечно же. Предлагаю передать слово нашей коллеге Татьяне Столбовой, которая отвечает за полезные новости, за важные, серьезные. Но для начала хочется у Тани спросить. Таня, скажи, пожалуйста, у вас дочерью какие любимые игры? Татьяне Столбовой